Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире городского телеканала ЮТВ, самый свежий выпуск программы Кинофреш. И сегодня я вам расскажу о таких картинах, как Астерикс и Тайное Зелье, Две Королевы и, конечно же, Стекло М. Найтэш Ямалана. В общем, по традиции, все самое вкусное и интересное из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах. И перед тем, как поговорить о фильме Стекло, я предлагаю вашему вниманию историю творческого пути режиссера М. Найтэш Ямалана. Маноч Нелиятуш Ямалан, больше известный миру как М. Найтш Ямалан. Американский режиссер, сценарист, актер и продюсер индийского происхождения. Народ, вы же в курсе, кто это? Ну, чувак, снявший шестое чувство. Человек, чья голливудская карьера похожа на американские горки, автор великолепных мистических триллеров и человек, стоящий за грандиозными студийными провалами. Хочу кое-что подправить. Индусы исправления не в лучшем сочетании. Но обо всем по порядку. Шьямалан учился в киношколе Нью-Йоркского университета и очень любил творчество Альфреда Хичкока. В 1992 году он выпускает свою первую картину, автобиографическую эмигрантскую драму «Яростная молитва» и сам играет в ней главную роль. А спустя три года он пишет сценарий для Стюарта Литтла – хитовой картине о говорящем мышонке. И это становится его первой возможностью заявить о себе. В тот же год он снимает семейную трагикомедию «Пробуждение», в которой мальчик, потерявший дедушку, ищет разговора с богом, чтобы узнать, все ли хорошо у его любимого родственника. Картина пролежала на полке вплоть до 1998 года и была очень средне принята критиками. Однако настоящий триумф режиссера состоялся уже спустя год. В 1999 на экраны выходит «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом и Хейли Джоэлом Осментом. При бюджете в довольно скромные 40 миллионов картина зарабатывает в мировом прокате 672 и получает шесть номинаций на «Оскар», включая лучшие фильмы режиссуру. Картина и по сей день является культовой, а ее шокирующая развязка удивляет даже искушенных поклонников Хичкока. Решив закрепить успех, через год режиссер выпускает еще один фильм с Брюсом Уиллисом под названием «Неуязвимый». Картина во многом опередила свое время и предоставила принципиально новый взгляд на кинокомиксы, которые в то время не были доминирующим жанром в коммерческом кино. Несмотря на размеренный и даже монотонный темп, фильм завораживал своей загадочной атмосферой и игрой блестящего тандема Брюс Уиллис и Самуэл Джексон. Картина была хорошо принята, но не стала таким же хитом, как «Шестое чувство». И кто бы мог подумать на протяжении прошедших 16 лет, что режиссер вернется к этой истории спустя долгие годы. Говорят, тут конец совершенно неожиданный. Но сейчас не об этом. В 2002 на экраны выходят знаки. Фантастический триллер с Мэлом Гибсоном и Хокином Фениксом в главных ролях. Фильм рекламируют как полноценный блокбастер, и он хорошо показывает себя в прокате, попутно понравившись зрителям, которые вновь с удовольствием попали в липкую и размеренную атмосферу Шьямалана. А он на этот раз ведет рассказ о семье на пороге инопланетного вторжения. Вы усомнились в вере. Я очень виноват перед вами и вашими родными. Еще через два года в прокат выходит картина «Таинственный лес». И этот момент можно назвать концом классической фильмографии Шьямалана. С режиссером вновь поработал Хокин Феникс, а также впервые у него снялись Брайс Даллас Ховард, Эдриан Броуди и Сигурни Уивер. Тайна все также держала зрителей до самого финала, да и в прокате фильм приняли хорошо. Однако критики невысоко оценили картину, которая даже получила номинацию на Оскар за лучший саундтрек. Я срамил себя и мою семью. Молюсь, чтоб поступок мой других бед не принес. Однако со следующей ленты с режиссером стало происходить нечто странное. Девушка из воды при простейшем сюжете детской сказки страдала от рваного монтажа, сценарных дыр, странных персонажей и непонятной мифологии, выдуманной самим режиссером. Картина провалилась в прокате, и Шьямалан получил золотую малину и как худший режиссер, и как худший актер второго плана. Я ведь ничего не значу. Не думаю, что я какой-то особенный. Но это были еще цветочки. В 2008 он выпускает фантастический триллер «Явление» с Марком Уолбергом и Зоей де Шанель. Критики равняют фильм с землей, и он получает четыре номинации на «Золотую малину». И, на мой взгляд, вполне заслуженно. Это очень странная, глупая, скучная и попросту бестолковая фантазия на тему экологии со слишком прямым подтекстом. После двух провалов подряд для кинообщественности режиссер превращается и завтра с собственным стилем в объект для насмешек. Однако это не смутило студийных боссов, которые, видимо, из соображений предыдущих заслуг режиссера, предлагают ему кресло постановщика картины «Повелитель стихий» — игровой версии суперпопулярного мультсериала «Аватар». И этот фильм стал настоящей катастрофой. Яркий и притягательный мир Аанга и его друзей стал серой и бездушной фэнтезийной поделкой, с невнятными спецэффектами и ужасной игрой актеров. Фильм еле-еле отбил в прокате гигантский бюджет в 150 миллионов долларов и получил унизительный рейтинг на Rotten Tomatoes в 5%. Ну и 5 золотых малин в придачу. Любого другого режиссера после такого провала и близко не подпускали бы к большим студийным проектам. Но руководство Sony Pictures решило иначе и выдало Шьямалану 130 миллионов долларов для постановки семейной фантастики с Уиллом и Джейденом Смитами после нашей эры. Хотя, если уж быть до конца справедливым, его нанял лично Уилл Смит, который выступил автором идеи. Угадайте, что получилось? Фильм провалился в прокате, его растоптали критики, он получил три золотые малины, причем именно за актерские работы. Этот проект ощутимо пошатнул, казалось бы, безупречную фильмографию и репутацию Уилла Смита и похоронил актерскую карьеру Джейдена, который позднее нашел себя в музыке. Нож Ямалан оказался непотопляемой величиной. После двух творческих и двух студийных провалов он поработал над сериалом «Сосны» и в 2015 году вернулся на территорию хорошего кино с фильмом «Ужасов визит». Снятая за мизерные 5 миллионов картина заработала в прокате около 100 миллионов и принесла режиссеру приз за восстановление репутации на его любимой премии «Золотая малина». Всего один удачный проект и все заговорили о возвращении Шьямалана в строй. Дорогая, полезай-ка в духовку и протри ее изнутри. Под занавес 2016-го вновь с помощью студии «Блумхаус» и продюсера Джейсона Блума всего за 9 миллионов долларов он выпускает картину «Сплит» с Джейсом Маковым в главной роли, точнее в главных ролях. Простите, сэр, но вы, я вна ошиблись машиной. Главный герой фильма – некий Кевин, в котором живут 23 личности. Но это еще не самое страшное. Страшнее будет, когда в его сознании проснется 24-е. Зверь существует. Картина получилась пусть и не без шероховатостей, но продемонстрировала феноменальную игру Маковая и фирменный саспенс, которым славился режиссер еще в начале своей карьеры. Он уже идет за вами. Кто? Зверь. Но главный сюрприз скрывался в финале, где внезапно появляется Дэвид Данн в исполнении Брюса Уиллиса и упоминает своего давнего противника Мистера Стекло. Таким образом, мы узнали, что неуязвимый «Сплит» существует в одной вселенной. И в скором времени Шьямалан заявил о запуске проекта под названием «Стекло». И эта картина выходит в прокат на этой неделе. Очаровательно. И вот перед нами кроссовер неуязвимого из «Сплита». Из первого в фильм перешли не только Брюс Уиллис и Самуэлл Джексон, но и Спенсер Трид Кларк, некогда подающий надежды молодой актер, снимавшийся в «Гладиаторе» и «Таинственной реке». Из «Сплита» картине достались, конечно, Джеймс Маковый и Аня Тейлор-Джой. Ну а новый персонаж здесь только один – психиатр в исполнении Сары Полсон. Дэвид Дэн, вы считаете себя необычайно сильным. Но есть люди, которые сильнее вас. Кевин Венделл Крамп, вы верите, что в вашем теле заключено два десятка душ? Зови меня нормой. А, бро, зашибись! Элайджи Прайс, у вас необычайно высокий IQ. Вы считаете себя сверхчеловеком. А если предположить, что вы ошибаетесь? Они всем нам лгали. Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников – травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Дана. Множество людей пострадает. Не делай этого. Ты сможешь убедить мир, что мы существуем. Скажи, ты готов? Неуязвимый в свое время опередил жанр супергероики, а Сплит стал очень приятным триллером с потрясающей игрой Джеймса Макковая. Однако, чего ждать от стекла, до конца не ясно. Слишком уж нестабильный режиссер М. Найт Шьямалан, в голове которого соседствуют отличные идеи с подлинным безумием. Американские критики картину приняли не очень хорошо, но давайте и мы с вами составим свое мнение и пообщаемся с нашим сегодняшним гостем. Друзья, мы в зеленом зале кинотеатра «Родина» и уже готовы обсудить главную премьеру недели. Это стекло М. Найта Шьямалана. И у нас сегодня в гостях дама, которая приходила к нам в прошлый раз, чтобы обсудить фильм о проблемах и радостях материнства под названием «Талли» Сабина Сабинина. Но сегодня мы решили с тобой обсудить что-то более развлекательное, но в случае с Шьямаланом никогда нельзя быть ни в чем уверенным на 100%. Третья часть, вроде как он сам говорит, завершающая к серии фильмов «Неуязвимый», «Сплит» и «Вот и стекло». Давай с общих впечатлений начнем. За последнее время такой один из немногих фильмов, которым я не поняла, понравился он мне или нет. То есть я вышла из кинотеатра, меня спросили, ну что, как? Я говорю, я вот не знаю. Почему не знаю? Я не поняла, я говорю, я не поняла, понравился он мне или нет. Вроде как и хорошо, но что-то не то все-таки. Ну давай с хорошего начнем. Что понравилось? Ну сейчас это будет банально, конечно, но Макэвэй, ну блин. Бра, зашибись! Почему банально? Макэвэй действительно в таком... То есть Макэвэй снимался в фильмах больше и в ролях круче, но вот здесь, что в «Сплите», там, который за 3 копейки снят, одну из своих... Мне кажется, он кайф, Ллойд, не мое. Одну из своих лучших работ выдает. Мало у кого из актеров есть возможность перевоплощаться там каждые 10... Вот это да, это, кстати, прям вообще, мне кажется, одна из ролей, за которую бы любой актер голливудский так бы поборолся. Хорошо, Макэвэй относительно «Сплита» здесь предлагает что-то новое, какие-то его образы еще, может быть, ярче стали? Или это просто на классе повторение того, что мы видели в «Сплите»? Ну это же понятно, что в «Сплите» он намного ярче и круче открылся, как персонаж этот. Ну даже ты увидел в первый раз, тем более. Здесь, я считаю, что было очень много зверя этого. Вот прям вот, я прям вижу, как он уже к концу фильма, да, уже, понимаешь, опять орать, опять поднимать вот эти мышцы, напрягать. Партнер. Отомсти за тебя. Я желаю увидеть зверя, чтобы вызволить нас отсюда. Что еще было положительного, кроме актера одного? Может быть, остальные актеры? Мне Анька понравилась. Анька? Да, вот она прям в этот раз. Аня Тейлор Джой. Ага. Максимально искренне. Вот почему-то ей, мне вот на нее хотелось смотреть. К сожалению, вот актеры второго плана здесь, персонажи, они реально второго плана, потому что они ни на что не влияют, они вот, в общем, как функция какая-то. Ну, по сути, да, если как бы их убрать, особо ситуация бы и не изменилась. Да, если вообще парочка героев убрать из этого фильма. Потому что даже в конце, когда, как бы, казалось, там нужно вмешиваться как-то, они просто стояли и вот, их специально даже не показывали, они что в это время делали? Из нелепости, вот как раз-таки о чем я и говорю, почему у меня осталось такое непонятное впечатление. Потому что вот таких моментов я не понимала. Что происходит? Это как в каких-то дешевых ужасах, а-ля зачем он пошел в эту комнату, зная, что там призрак, да? Вот здесь то же самое. Просто у каждого из героев была своя группа поддержки в лице одного человека. Может быть, Шьямалан считает, что в этом есть какой-то вообще сакральнейший просто смысл. Может быть, это какие-то отражения героев. Ну да ладно. Они вечно недооценивают силу разума. Нужно ли было вообще продолжение их истории, которая закончилась тогда еще в 99-2000 году? Или им уже нечего друг другу сказать и не о чем им сконфликтовать? Вот именно, что вот это вот все высосано из пальца. Уже неоднократно, наверное, люди говорили, что вот просто Шьямалан захотел собрать своих любимых героев. И как-то что-то надо было придумать, чтобы их пинтюрить в один фильм и снять. Ну было неожиданно в конце сплита, что это часть одной вселенной. Это да, я согласна. Я бы, в принципе, пошла на вторую часть сплита, будь она, и без вот этих героев. И, возможно, даже если бы так и сделали, может быть, вышло бы и лучше. Мне тут не место. Почти попался, бро! Мы часть чего-то большего. Абсолютно раздражающий персонаж психиатра. Сар Полсон, да. Безмерно рада знакомству. Понятно, что она роль играла, и вопрос вообще не к актрисе, но это надо было так сыграть, чтобы каждый раз, когда человек появлялся на экране, тебе хотелось просто плюнуть ей в лицо. Значит, у нас задача, Сергей. Мне показалось, что она очень однообразна вообще в принципе в своих ролях. И здесь такое ощущение, что я уже где-то это видела уже. Да, 8 под руку ушел. Как будто, да, вот что-то. Она постоянно одна, у нее и мимика не меняется. Думаю, ну ладно, наверное, это фишка какая-то. Но это же не фишка, это скучно. Тоже ее притянули, опять же, чтобы вот всю эту шайку собрать. Вот убрать Сару Полсон. И им вообще повода не будет вместе собраться. Да, что они там сидят? Потому что этот инвалид, он ладно, пусть сидит в психушке, и он там как бы последние 20 лет не отсвечивал. И сидел бы так еще 20 лет. Да, а улиц подрались бы с Маковым разок просто, и все. А если предположить, что вы ошибаетесь? Я думал, сейчас там будет что-то. Вот, насчет, кстати, ожидания реальности вот этих битв. Я что-то прям вообще... О, господи, это очень было тяжело. Они, поняла, да, их суперспособность? Они друг в друга вцеплялись и толкали друг друга обо что-то, об стену или об машину. Ну еще там обнимашки были вначале. Обнимашки были, вот это было так мило. Я думаю, музыки не хватало прям. Ладно, хватит пинать старину Шьямалану. Знаете, что было круто? Здесь же использовали вырезанные сцены из-за неуязвимого, которых реально в фильме не было. Они прям на DVD до этого издавались. И здесь он прям нашел им применение. Это было классно. Это действительно объединяло сюжеты. То есть, если бы больше было вот таких логических и стилистических связок... Потому что когда, в принципе, ты видишь в другом, ну, в другом фильме, который по темпу другой, по картинке другой, вот эту вот тягучую атмосферу неуязвимого, это как бы классно. Это, в принципе, все вместе смотрится. Вот здесь же Шьямалан, ты молодец. Что если он просто нездоров? Как и вы. Кому ты фильм посоветуешь посмотреть и посоветуешь ли? Ну, посоветую в любом случае. Ради интереса хотя бы просто. Да. 80% людей пойдут те, кто смотрел неуязвимого. Ну, это я прям уверена. Ну, и сплит даже скорее. Ну, и сплита, да. Сплита поновее. Для логического завершения в голове ты посмотришь, сходишь и подумаешь. Ну, удовольствие какое-то человек получит? Наверное, да. Посмотрит на красивых людей. Особо извращенного удовольствия. Как минимум. Ну, в общем, несмотря на все минусы, которые мы перечислили, которых здесь очень много, при этом, вот лично я в целом фильм смотрел с удовольствием. И хотя меня какие-то сюжетные моменты в основном разочаровывали, мне все равно было любопытно посмотреть, что же там будет дальше. Поэтому это очень шьямалановская история и очень... И в хорошем, и в плохом смысле. Шьямалановская вселенная, да, и в хорошем, и в плохом смысле. Здесь есть как хорошее, как персонаж, да все персонажи на самом деле. И на Брюса Уиллиса, знаете, учитывая, в каких проектах он в последнее время снимается, это даже очень неплохо. Да. Учитывая все минусы вроде ужасного экшена, вроде вот этих твистов ради твистов и так далее, в целом на это посмотреть любопытно. Нельзя сказать, что «Стекло» — это хорошее кино, но есть определенное удовольствие в том, чтобы его посмотреть. Поэтому, если вам понравился «Неуязвимый» и «Сплит» или «Сплит» или «Неуязвимый», то вам в любом случае будет любопытно посмотреть на фильм «Стекло». Но он мог быть гораздо лучше. Вот здесь ты был бы нарисован с большими глазами и пузырьками смятения над головой. Согласно воле богоугодной королевы Англии Елизаветы, изменница Мария Стюарт приговаривается к смерти. Как же до этого дошло? Если вы соскучились по историческим драмам и вам по душе период правления Елизаветы Первой, то специально для вас в прокат выходит картина «Две королевы». Дурные вести. Король Франциск мертв, и ваша кузина Мария взошла на шотландский престол. Она грозный противник. Безжалостная Елизавета Первая и дерзкая Мария Стюарт соперничали в политике и любви. Как получилось, что во времена абсолютной власти мужчин две женщины борются за престол Англии. И я лелею надежду, что мы встретимся с нею, дабы разрешить наши разногласия. Картину поставила театральный режиссер Джози Рурк, самая известная постановка которой – шекспировский кориолан с Томом Хиддлстоном. Главные роли Марии Стюарт и Елизаветы Первой исполнили номинантки на Оскар Сирша Ронан и Марго Робби соответственно. Ну а на втором плане можно отметить Дэвида Теннента и Гая Пирса. Беда постигла наши земли. На престоле – женщина. А что ее брат? Он верен вам. Я против кровопролития. Аппетит приходит во время еды. Да чего мужчины коварны. Я пыталась объединить эту страну. Они хотят лишить меня трона. Она убийца, предательница и королева. Но я женщина, какой ей не стать. Мы явили на этот свет наследника шотландской и английской короны. Две королевы – это традиционное историческое полотно, снятое по роману Джона Гая, приятное и размеренное во всем. У картин очень умеренные сборы и отзывы, однако все поклонники жанра, которые посмотрели фильм, по большей части остались довольны. Так что если вы хотите посмотреть на противостояние двух кузин и на красавицу Марго Робби, которая примерила пластический грим, чтобы изобразить не самую симпатичную Елизавету Первую, то милости просим в кино с 17 января. Убив меня, ты убьешь сестру и свою королеву. Две королевы. Я думаю, для большинства зрителей Астригс – это в первую очередь персонаж серии фильмов, замечательно начавшийся и довольно бесславно закончившийся. Но в первую очередь он герой французских комиксов и серии полнометражных анимационных фильмов. Первый из которых – Астерикс из Галлии – выходил в прокат в далеком 1967 году. На этой неделе на экраны выходит юбилейный десятый Астерикс, Астерикс и Тайное зелье. За все эти годы даже ногу ни разу не потяну. И вдруг... Хрёшь! Я больше не могу оставаться единственным, кому известный рецепт волшебного зелья. Что? Надо отправиться на поиски преемника, которому я передам свой секрет. Что? Могучие Галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали. Почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Абеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт Тайного зелья. Меня называют магнитиком. А вот и подающий надежду. Э, Рожа-то попроще сделай. Это уже второй проект об Астериксе, выполненный в формате компьютерной анимации. А за сценарий режиссуру, все так же, как и в предыдущей части Астерикс Земля богов, отвечают Александр Астье и Луис Клиши. Но самое любопытное, что главного героя озвучил Кристиан Клавье, тот самый исполнитель роли Астерикса из первых двух фильмов. Ава, Цезарь, я принесу тебе зелье. Напиток варваров? Что ты задумал, Сульфурикс? Сегодня ночью мы уничтожим деревню усатых дикарей. Конец Астериксу! А вот это значит сюда. Возомнил себя друидом? А может, у меня враждем не талант? Современные мультфильмы об Астериксе – это приятное кино, основанное на оригинальных комиксах. Так что, если вы любите французский юмор и приключения хитроумных галлов, но устали от Джерара Депардье в роли Абеликса, то Астерикс и Тайное зелье – это прекрасный способ заново полюбить хорошо знакомых персонажей. Вот и все на сегодня. Надеюсь, вам все понравилось и вы выбрали подходящую премьеру себе по душе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и не забывайте посещать городской портал utv.ru. С вами была программа Кинофрэш. Увидимся в кино. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok